Бронеавтомобиль «Новатор-2» в 10-ти местной версии от компании «Украинская бронетехника» получил ряд усовершенствований, в том числе для создания других машин на его базе. Модификация на шасси Ford F-550 разрабатывалась с учётом опыта использования автомобиля разными подразделениями в боевых условиях. И именно отзывами военных объясняется разработка 10-ти местной версии «Новатора», которые просили более вместительную машину, способную перевозить больше личного состава. Но в то же время по размерам обновлённый «Новатор-2» на самом деле не намного больше пятиместной версии. Длина выросла всего на 10 см, с 6-ти 40 до 6,5 метров. Основные изменения касаются той части машины, которая раньше была кузовом пикапа, теперь она вся зашита бронёй и установлена окна толщиной 5 см. Для бронирования используют сталь «Армокс». Также установлены дополнительные кресла противоминной конструкции. Кроме того, для возможности эвакуации, а также в качестве дополнительной точки для ведения огня, в задней части установлен люк. Среди главных новаций – улучшенная подвеска и система управления, обеспечивающая высокую маневренность и повышенную проходимость. Конечно, возросла снаряжённая масса машины с 7945 до 9660 кг. Увеличилась соответственно и грузоподъёмность с 1845 до 3340 кг. Такие изменения требовали серьёзной работы с ходовой частью «Новатора». Физически усилены задние и передние мосты, проведены работы с подвеской, сзади установлены рессоры, также установлены две пары амортизаторов и по пневмобаллону на каждую сторону, что имеет положительное влияние на комфорт экипажа, да и возможность независимо от загруженности машины регулировать подвеску и высоту клиренса. Защита осталась на том же уровне, что и в предыдущей версии. Машина выдерживает 7,62-мм пули, V-образное днище, одновременный подрыв двух гранат РГД-5, а с бронированным стеклом были случаи, когда оно выдерживало попадание 12,7-мм пулемёта. На крыше машины можно установить поворотную платформу с боевым модулем с любым 12,7-мм пулемётом. Ранее в компании также говорили о возможности размещения АГС. Кроме того, для защиты от FPV-дронов, украинская бронетехника планирует защищать свои машины купольными системами радиоэлектронной борьбы. Салон фактически остался без изменений, но появился блок управления компрессором, качающий давление в пневмобаллоне задней подвески. Он расположен с правой стороны от водителя. В то же время сзади предусмотрено место под блок дистанционного управления боевым модулем. На трассе эксплуатировать новую машину стало удобнее. Но надо быть осторожным с этим дополнительным весом на бездорожье. Машина стала значительно тяжелее, и всё это легло на задние колеса. Соответственно, нужно осторожно форсировать сложные участки, грязи, глубокий снег, песок. Делать всё это надо с предварительной подготовкой.